Мы приветствуем Никса, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свой биополин на период сеанса. Доверит. Посмотри визуально, что-нибудь мешает сканированию. У него утяжелители на ногах и на руках, какие-то гири. Снимай гири и утяжелители на ногах силам его намерения. Один, два, три. Все это выходит. Летит в клетку-тюрьму. Кто? Польше ничего не мешает. Нет. Даю команду на щит риска. Она расканирует пространство над головой Никса под ногами 360 градусов вокруг него. Она расканирует все семь тонких тел Никса. Находит все. У него два Грея. Два Грея. Красный дракон. Красный дракон. Джинн. И демон. Какой демон? Одиннадцать. Какой джинн? Двадцать четыре, тридцать восемь. Синий джинн. Какой красный дракон? Двадцать восемь тридцать. От двух Грея выстраиваются каналы к другим ответственным, если таковы есть. Один, два, три. Притягивай всех в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме. Нет никого. Хорошо, Грея. Что вы делаете в этом биополе? Устанавливаем под ключку. Кто вам это разрешал делать? У вас есть согласие души? У вас есть контракт на этот эксперимент? Нет контракта. Хорошо. Будете наказаны. Сколько вы присутствуете в этом биополе? Около четырех месяцев. Что установили в биополе? Ободок на голове и платы на потолке. Это то, что закончено. Платы на потолке в доме? Да. А ободок находится в его биополе? Да. Хорошо. Идем дальше. Красный дракон, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Три года. И что ты делал в этом биополе? Питался. Разжигал. Разжигал. Как это разжигание проявлялось на физическом плане? Что чувствовал Никс? Что это было? Нервозность. Гнев. Гнев. Хорошо. Злость. Гнев и злость. Ты присутствуешь в доме со своими платами? Присутствую. Хорошо. Идем дальше. Джинн. Синий. Сколько ты находишься в этом биополе? Четыре года. Тебя кто-то звал или сам пришел? Джинн сам пришел. Нашел портал и пришел. Ты в квартире к нему подключился? В доме? Джинн пришел через портал и дал свою пыль. Я спрашиваю Джинна, где этот портал находится? В доме, где живет? Так и ответь. Хорошо. Четыре года. Ты в доме тоже присутствуешь, да? Твоя пыль есть? Есть. И демон одиннадцатый. Сколько ты составляешь компанию в этом биополе? Три с половиной года. Ты тоже в квартире. В доме есть, да? На улице. Улица. Хорошо. Потому что там еще в доме живет бес. Мы сегодня просто будем собирать весь негатив, который на земельном участке находится и находится в доме. Если хочешь, я могу его разделить между тобой и бес. Когда придет время. Дет ли? Придет время, тогда и дам. Хорошо. Начинаем с реверса энергии в процессе работы. Возможно, буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Никса спроектировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогены низкой аббрационной энергии в его биополе. Каналы выстроили сущности. Каждый подходит к своему каналу. Выстраиваются также каналы к этим гирям и утяжелителям. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой аббрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Никсу. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. И усиливая это все в 50 раз. Выстраивая прямые каналы к гирям и утяжелителям. И Никс отдает реверсам все негативные патогены, что он получил от них. Гири и утяжелители – это демона? Демона. Хорошо. Как ты воздействовал на него, демон, последние три с половиной года? Его грусть утяжелел. А откуда у него грусть взялась? Это его лично или ему кто-то эту грусть навязывал? Если кто-то грусть навязывал, загорается маячок над его клеткой. Никого нет? Но он не навязывал, разжигал свое время. Ее на другой уровень переводил дракон. Кто его навязывал, здесь нет ни у кого маячка. Хорошо, Джин. Проблемы в бизнесе, движение денежных средств – это твоя работа. Конечно нет, Джин все делал, чтобы денежки шли. Откуда тогда проблемы в бизнесе, замедлением движения средств денежных? Джин мне хочет рассказать какую-то сказку или что, я не пойму сейчас. Я сейчас поставлю экран и посмотрю. У тебя есть шанс просто сейчас ответить правду, как и есть. Здесь не шутят, Джин. Что должен Джин ответить? Джин должен ответить правду. Ты мешал ему в бизнесе, тормозил деньги. Деньги шли мои. Смотрю, Джин меня не понимает, да, что я не шучу? Джин отвечает, как понимает. Джин не тормозил, но деньги уходили в мои горшочки. Хорошо, чтобы эти деньги, эта энергия конвертировалась в золотые монеты, которые ты собираешь в этом сосуде. Я очень близок к тому, что я этот сосуд у тебя сейчас заберу, если ты не начнешь мне отвечать нормально на мои вопросы. Какую работу он делал, чтобы выработать эту энергию, из которой ты делал деньги? Последний вопрос. Какую работу? Много работы делал. Работа была. Деньги шли в мои горшочки. Какой ответ ты ждешь от Джина? Ждешься и меня слишь. Я жду ответа Джина, что Джин скажет, что он помогал ему зарабатывать деньги, но они очень тяжело зарабатывались. И протекали, утекали. Для него может, ко мне хорошо шли. Я не за тебя спрашиваю, а спрашиваю за него. Джин за себя отвечает. Хорошо, Джин. Если хочешь так, можем тогда так разговаривать. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Ник забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Ник себя обратно. Он хозяин своих энергий возвращает все свое себе обратно. Забираем из гири утяжелителей. Все родные энергии, все, что на частоте Никса находится, мощным потоком пошло назад. Грея, плохой сон. Это ваши платы в квартире, в доме? Привыкает пока. Не привык еще. Мне что, повторить мой вопрос? Или ты будешь отвечать на них так? Привыкнет, сон улучшится. Платы влияют и дают свои энергии. Пока привыкает. Поэтому сон нестабильный. К тому же наш ободок еще не до конца закончен. Хорошо, он может считать, что он уже закончил. Ждем окончания реверса. Готово. Объявляю ваш проект закрытым. Начинаем с фотоскенера. Скэнер, просканируй сейчас Никса на частоте Греев. Ободок и платы там есть. Найди все, что находится в биополе. Платы в квартире, правда, в доме. Выводи все, что ты находишь на частоте Греев. Отключай. Все сопутствующие чипы, датчики, импланты отключаются. Выходят из биополя. Как все выйдет, отправляется в клетку-тюрьму. У него по лбу идет ободок. Выведет. Лопает дальше к затылку. И он подключен как-то к ушам. То есть он слышал как-то не то, что хотел. Не то, что ему говорили. Все вывел. Хорошо. Красный дракон, выходи, вытаскивай свои платы. Отключайся полностью. Готово. Жену выходить не надо. Втягивайся всю пыль, все свои подключки. Докладывай о готовности к проверке. Готово. Демон, на твоей чистоте еще что-то осталось, что мы не вытащили? Нет. Переходим к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Никса с Рэйми и их ободком. Красным драконом, его платами, Джином и демоном с его гирями и утяжелителями. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемой энергией Никса отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растаряя. Готово. Итак, демон, Джин находится в квартире, красный дракон играет тоже. Сейчас я открою два портала в дом Никса. В один уйдут Джин и демон, во второй идет красный дракон. В дом собираете все, что вы там оставили. Я прихожу, проверяю, открывая вам портал на вашу чистоту в первый раз. Все понятно? Все понятно. Открываются два портала в дом Никса. 1, 2, 3. В один идет демон и Джин, во второй идет красный дракон. Закрывая, печатая, растаряя оба портала. Готово. Я прошу Лива идти со мной на связь. Слушаю. У меня здесь, приветствую, два Грея, 4 месяца сидели, ободок одели на голову. Эксперимент не закончил, платы еще установили в доме, я их сам уберу. Отключки уничтожим и заберем на проверку Греев. Ты имеешь в виду ободок убрать, уничтожить? Да. Хорошо, под ободком открывая воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Клетка пустая? Пустая. Переходим к закачке энергии подъема вибраций. Посмотри, сколько энергии нужно Никсу и какая частота вибраций. 390 и 26. На еще три макушку головы Никса начинает поступать 7 высокоибрационных потоков по 390% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибраций поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Никса до числа значения 700 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Никс. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Очень приятные вибрации. Они несут определенное сжение. Но это совсем другой пожар. Абсолютно верно. Это не сравнить с драконом, который разжигал вас. Это ваши родные энергии. Вот так они ощущаются. Это нормальное состояние. Вот так вы должны себя чувствовать. Заправляйтесь энергиями каждый день. Сбрасывайте негатив каждый день, как мы показали в этом сеансе. Наш администратор перешлет вам рекомендации после сеанса. И сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. И сразу перейдем к чистке вашего дома. Входи в дом. Летка остановилась. Хорошо. Здесь Рохноид. Есть. Красный дракон. Есть. Джин. Есть. Бес. Есть. Черт. Черт. Есть. Демон. Демон. Три воронки. Три воронки. Посмотри, как много низких. Итак, начинаем с плат Греев. Они подсвечиваются красным цветом. Ты видишь их четко ясно? Это над кроватью в спальне. Внизу под платами открываю воронку в галактическое ядро. Срывая платы Греев. Улетает вместе с их энергиями на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Арахноид. Ты все собрал? Собрал на улице и в доме. Больше не приходи ни в это биополе, ни в этот дом. Тебе понятно? Нет. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Красный дракон. Ты все снял? Снял платы тоже. Хорошо. Я хочу получить слово красного дракона, что ты больше никогда не войдешь в этот дом и в это биополе. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Джин. Джин все собрал? Все собрал. Хорошо. Джин больше не войдет ни в этот дом, ни в это биополе. Джину понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Бес. Ты все свое собрал? Собрал, собрал, как обещал. Хорошо. Демон, ты тоже собрал все? Демон на улице собрал, да. Хорошо. Под воронками, там три воронки, открывая воронку в галактическое ядро. Воронки уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. И какой у нас черт? Пять. Черт, выходи. Собирай все, что ты оставил на своей чистоте. Все одеялки, комочки. Все, что ты раскидал. Ничего не забывая, возвращайся назад. Готово. Хорошо, демон. Кто покажет мне порталы? Черт. Пошли, черт, показывай порталы. Я их буду закрывать. Здесь печка, камин, не знаю, что это. Камин, камин. Внутрь, вниз идет портал. Конечно. Камин это почти стопроцентный портал. Под камином, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Дальше. Дальше в спальне узкое окно. Портал. Портал. Под окном, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантом и частицы портала уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Здесь есть огромный портал, он идет из двери в коридор и в ванну, в стену, в зеркало уходит. Хорошо. По всему периметру этого портала открывается воронка в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию, закрывая печаты и растворяя. Готово. Дальше. Дальше он идет на улицу. Пошли. Там есть в земле один портал под веревкой. Видишь его? Да. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходит на переработку, закрывая печаты и растворяя. Готово. Есть еще вертикальный портал возле постройки какой-то. Открывая под этим порталом воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая печаты и растворяя. Готово. Все. Возвращаемся к клетке. Даю команду на счет 3 энергии, эмоций, мыслей и чувств. А шары сформировались, космически вытянутые, а энергии чувства более толстые, расширенные. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро, уходим на переработку, закрываю, опечатываю, растворяю. Эмоциональный шар делю на три равные части. Демон, бес, черт, забирайте. Да. Отправляю каждому по его части. Готово. Хорошо, найдите себе новое место обитания, в этот дом вы больше не приходите. Все понятно? Понятно. Открывается внизу три портала. Один на чистоте демона, забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Второй портал на чистоте беса, забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Третий портал на чистоте черта, забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываю, опечатываю, растворяю три портала и ставлю три огненные пентаграммы. Готово. Под клеткой тюрьмы, открывая воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку, закрываю, опечатываю, растворяю. Есть. в режиме готова мы закончили отключаемся от дома и поднимайся в свою комнату диагностики пошел подъем